Всем доброго дня, меня зовут Надежда и вы на моем канале. И сегодняшнее видео, у меня видео-обзор будет моих готовых работ, которые у меня были связаны за июль и август месяц. Если вам интересно такое плана видео, то, конечно же, оставайтесь со мной, а я начну. И первое, что я вам покажу, это мой долгоструй, долговяз, который длится у меня уже с конца зимы. Это мой свитер. Я его довязала, девчонки, мальчишки, вот так вот он выглядит. Все-таки хватило мне на свитер, можете видеть, он у меня получился с отворотом, с высоким горлом, как мне нравится. Перед я связала косами и по рукаву я все-таки, как я планировала делать, по рукаву косу, но решила все-таки оставить рукава ли с собой гладью, как и спинку тоже. И получился довольно он неплохой, теплый. Это перевяз, я сразу скажу, здесь пряжа шерстяная, по-моему. Ну, больший процент шерсти на самом деле. Не могу сказать точный состав и что за она, потому что она мне уже досталась в клубочках. Это был распуск, да. Поскольку было лето, жара, да, и как-то было не до него, и очень было жарко его вязать. И вот я его только-только довязала, можно сказать. Ну, не только-только, я его довязывала в СП месяц финиши с Настей Рынашко. Но за июль я обзор не делала, и там было всего пару работ, наверное, которые у меня закончились в июле. И смысла не было, в общем, показывать. Показываю только сейчас. Вот такая вот работа. Внизу тоже резинка 2х2, да, как и по горловине. Села на мне очень-очень хорошо, что я еще сделала по этому свитеру. Начали уже выходить коротенькие мастер-классы. Уже два есть на канале, как вывязывать пройму переда и пройму спинки. Эти два ролика уже и видео есть на канале. Ссылочку оставлю в инфобоксе. Нажимаете на квадратик, кнопочка «Еще», проходите. И, к слову сказать, я там оставлю все ссылочки на ролики, которые сегодня буду, о которых говорить. Если что, все найдете там. Нажимаете «Еще» и проходите. Вот, два видео уже вышло на канал. И мной еще было отснято экспресс МК, как рассчитывать петли по вырезу горловины переда, по вырезу горловины спинки. Расчет оката рукава в шивную, да, вот он шумный рукав, окат. Сейчас я его ближе вам покажу. Вот так вот он выглядит, видите? То есть полностью все хорошо вставлено, встало, да? Сзади так же, со спины, да? И отсняла видео минутки на три, как я сшиваю изделие крючком. То есть это имитация фабричного шва, машинного, да, фабричного шва. Вот, и эти ролики в ближайшее время выйдут на канале. А сейчас я вставлю кусочек видео, да, где я покажу, как свитер сшить на мне. Вот, как вы могли видеть, но мне нравится. То, что по дня получилось. Изделием я довольна. Получилась довольна у меня такая повседневная рабочая лошадка, в принципе, да? На хорошую зиму, да, такую добротную зиму. Потому что, несмотря на то, что он не очень, не очень толстая, но, тем не менее, она очень-очень теплая. Так что для работы мне очень даже, не то чтобы даже для работы, а как повседневный вариант, изделия на каждый день, я им довольна. Вот. С этим пока все. Напомню, заканчивала в июле, в СП, месяц финиш из ронашка. Следующая работа, которая у меня готова, это авоська. Вот так вот она выглядит. Авоська связана полностью с спицами. Это не крючок. Сейчас я покажу поближе, да. Вот. Это не крючок, это рисунок с спицами. Вот такие вот две шлейки. Вот так вот она выглядит. Если повесить на плечо, выглядит, то примерно будет вот так. Вот. То есть можно как на плечо вешать, так и держать за ручку. И так, и так, в принципе, неплохо. Вяжется очень-очень быстро. Рисунок только рапорт один ряд. Вяжется просто и быстро. И шлейки, и обвязочка у меня связаны платочной вязкой. Связала из могилевской полиэфирной нити. Даже сейчас не вспомню, откуда она у меня взялась. Но я не нашла лучшего применения, как связать такую вот авоську. В принципе, как пляжный вариант или как дачный вариант. Она расходится, ею можно воспользоваться. Вот. И уже, если говорить о полиэфирной нити, да, у меня также еще были остатки. Я связала два коврика для самозлов. Один вот такой вот у меня получился для ванны. Таким квадратом. Вот. Вязала просто платочной вязкой и обвязала столбиками без накида. Да, без накида. Вокруг. Вот полностью. Это у меня будет для ванны коврик. Да. Ну, по нему ничего не записывала, потому что самая банальная платочная вязка. Вот он у меня сложен в четыре слоя. Размер даже не замеряла, не заморачивалась. Ну, такое себе изделие, которое попользоваться ей не жалко будет выбросить. И также для второй коврик, тоже для туалета. Уже мне вот начинала вот таким вот цветом, да. Но его не хватило, и уже продолжила извязывать, ввязывать все остатки этой полиэфирки. И, в принципе, переход получился довольно неплохим. Ну, в общем, как-то так тоже особо не заморачивалась, даже не отпаривала. Вот. Ну, в принципе, для санузлов вполне себе приемлемо. Имеет место быть. И у меня еще остался моточек такой, ну, клубочек, моточек, не знаю, как назвать. Сейчас этой полиэфирки, наверное, я попозже, как будет более свободное время, свяжу коврик небольшой, может быть, квадратиком к двери, чтобы была замена, можно было бросать в стирку. Откуда она у меня появилась, эта полиэфирка, я даже не могу сказать, потому что не помню. Ну, в принципе, я не спорю, может быть, можно было бы коврики эти прикупить, но, тем не менее, мне было из чего их сделать. И сейчас у меня денежка копится немножко на другие нужды. И, ну, в общем, как-то так. Сначала бы ремонт сделать, а потом уже декор покупать. Ну, если по-хорошему, да. Ну, вот, что есть, то есть. Пока попользуемся. Вот, следующее изделие, или изделия, как их можно назвать будет, это комплект для дочери. Вот. Шапочки у меня две получились. Это у меня был проект, точнее, не у меня был проект, а у вязальной феи, да. Она делала проект решиться и связать. И я участвовала в этом проекте и вязала этот комплект. Конечно, я там заявляла шарфинг-халстук, но по силу того, что мне не хватило времени, я вязала обычный шарф. Эпопея началась с того, что дочка была в лагере, и я начала ей шапку. Шапку начала без примерки, что для меня явно не похоже. Никогда так не делала, но тут взялась и прогадала, увы. Я связала такую шапочку, конечно же, она оказалась мала для дочки. Но на тот момент я начала уже снимать по ней мастер-класс. Да. И отсняла до самой макушки попетельно. И уже потом поняла, что шапочка будет мала. Да. И я не стала распускать. Я довязала мастер-класс, доснимала, точнее, доснимала мастер-класс, довязала эту шапочку. Шапочка, по-моему, если я не ошибаюсь, у меня высота была 16 см. Я оставила тоже ссылочку на фабоксе на видео с итогами совместного проекта. Там я замеряю размеры вот этой шапочки, на которой я снимала мастер-класс. И показываю пряжу, из которой я вязала. Это, по-моему, у меня Alize Fine. В общем, ссылка будет внизу. Там и про пряжу, и про размеры шапочки на мастер-класс. Вот по данной. Я его довязала, а мне начало его монтировать, только мастер-класс, вот только сейчас у меня дошли руки, отмонтировать половину мастер-класса до макушки, ну, подредактировать, да, и осталось мне отредактировать макушку, и все это собралось до кучи, и выпустить на канал, загрузить наконец-то. И к вам соответствующий будет вопрос, как вам будет удобнее выпустить мастер-класс в двух частях, до макушки и макушку отдельно, либо же единым видео, да, полностью шапочки, потому что мастер-класс пописильный, и он у меня по времени займет примерно час. И вот, девчонки, кто смотрит мастер-классы, кто вяжет по мастер-классам, скажите мне, пожалуйста, как мне будет удобнее, как будет, точнее, не мне удобнее, мне будет удобнее выпустить двумя частями, потому что одна у меня уже смонтирована, да, мне, конечно, будет удобнее выпустить так. Как будет вам удобнее смотреть и вязать единым мастер-классом, либо частями? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, я его пока вот монтирую, буду монтировать на днях макушку, а может быть выпустите так и так может кому-то нужно просто макушка в общем жду вас с этим комментариях вот вот этой шапочке будет мастер-класс это как бы так одна работа можно сказать да и уже теперь комплект и кстати вот покажу уже для дочки вязала полноразмерную что называется шапочку которая будет для нее и пришла сюда с помпоном вот как она будет выглядеть с помпоном да выглядит если приложить эту шапочку маленькую тоже будет тоже попросила да и смотрите вариант вам для раздуме можно с помпоном можно без и так и так смотрится неплохо да кстати как увеличивать размеры шапочки то я тоже рассказал буду рассказывать в пастер-классе так что это обязательно будет рисунки у меня здесь подобраны теневые вот игра теневых рисунков скажем так схемку в мастер-классе я тоже показываю так что будет все бизнесами пояснения и разъяснения к схеме тоже вот эта шапочка для дочки осенние это осенний вариант и вот такой вот шарф шарф меня сложен вдвое вот так потеряла я вот если вот так вот не поднесем или вас вот в четыре слоя сложный шарф не замеряла не знаю сейчас покажу на себе вот единственное что я не сделал замеров на этот шарфик наверное надо было бы вот так делала целенаправленно чтобы завязывался он в два оборота дочь у меня конечно по более худая чем я и у нее вот эти хвостики посвисает где-то вот упадешь вот пор и смотрится на ней довольно неплохо и ушло у меня на этот комплект два моточка пряжа по моему четыреста десять или четыреста сорок метров на 100 грамм вот в общем на вот этот шарф эту шапочку и вот эту шапочку да вот три изделия у меня ушло два мотка неполных у меня еще остался от двух мотков вот такой вот кусочек не взвешивала не знаю но факт в том что вот на эти три изделия не хватило двух мотков полноценных 100 граммовых вязала спицами номер три и теперь давайте наверное повернемся на стол я поверну разверну камеру на стол покажу вам еще аксессуары которые у меня связались за этот период ну и теперь по аксессуарам связата вязала я наконец-то вот эти вот следочки с косой отсняла полнометражные полноценные на них мастер-класс по петельной уже отредактирован и ждет своей очереди за к залить все на канал вязала на двух спицах слитки без шва бесшовные знаю что не все десерки любят вязать на четырех спицах и не все любят мэйджи клуб и у меня например мэйджи клуб тоже не прижился давайте я вам покажу изнанку как они выглядят с изнаночной стороны вот так вот немножечко вина дорожечка но это не шов однозначно в мастер-классе вы все увидите повторюсь ждет своей очереди к солить ее на канал сейчас тем более осень с листовочки носочки вы я думаю что будут актуальны и востребованы моделька коротенькая до косточки подойдет и в кроссовки тоже сюда рисунок можно подобрать любой какой нравится вам абсолютно я в основном показываю сам процесс до по очередность работы и все остальное но тем не менее сделала мастер-класс максимально доступным и понятным и подробным вот так что тоже довязывала в сп связать месяц финансер наш когда вот то были меня две готовые законченные работы за июль это джемпер и вот эти вот такая пара потом самая обычная пара они меня уже мелькали на канале уже для меня обычная да мастер-класс на канале вот на эти цветки уже есть ссылка внизу будет проходите смотрите и лежите вместе со мной это пряжа буклей из роспуска да она уже у меня не раз мелькала на канале да из роспуска и в принципе я причевое изделие у меня с ней не срослось не 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 очень понравилось как она выглядит в плечевом изделии это пряжа да а вот на тапочки по на мой взгляд изумительно очень даже вот на тапочки на пинетки на плед и вот у меня ассаса сложилось это пряжа такого если вы вязали из нее из букле плечевые изделия поделитесь опытом в комментариях так как она вам вообще прижилась не пришлось что вязали как вязали ну в общем не будет это интересно почитать и еще две пары слитков я связала по методу ракушек своих ажурных которые я вязала только просто лицевой гладью потому что пряжа букле вот как можете видеть размеры разные да вот это по моему 36 38 вот этот 38 40 39 тоже размер но на подарки скоро осень там не за горами новогодние праздники вот ракушек это на подарки на где-то на это куда-то в гости с собой взять в принципе это пара такая же аналогичная рисунок не ложил никакой уже на них не ложила потому что ну не смотрелся сразу попробовала положить рисунок но его не видно поэтому связала просто лицевой гладью кстати оставлю на ракушке ажурные они там в розовом цвете оставлю ссылочку на подробный мастер-класс на по ажурным ракушкам вот и пока вот вязала вот эти две пары у меня мелькнула мысль я подобрала еще один рисунок довольно неплохой который ляжет вот на ракушке и сделать вот эти вот дырочки немножко по-другому чем в том моем прошлом мастер-классе повторюсь ссылка внизу и пришла у меня идейка вот снять еще один мастер-класс на ракушке только немножко другого формата да и скоро анной полозняк будет насущный бум 2 да так что следите кому интересно кто хочет присоединиться захочет потом к этому проекту у меня на канале из плейлист на сущный бум да вот наподобие будет такого если пройдете по каналу найдете у меня плейлист на сущный бум там уже будет ссылочка на канал анны полазняк канал так и называется анна Лозняк. Так что, если вас заинтересуют проекты, вы захотите поучаствовать, проходите к Ане. Она скоро должна будет в начале сентября выпустить видеоприложение. Вот. Так что, к чему это я? Скоро у Ани будет насочный бум, и я начну еще одну такую пару с ажурным очередным рисунком, да, и уже поучаствую, конечно, со следочками, потому что следков, как мы знаем, много не бывает. Они идут и на подарки, и везде, и мы носим их и сами, и дома, и в обувь где-то, да, носочки. Поэтому так. Но про носочки, я думаю, уже достаточно. Все ссылки будут внизу. А, да, я еще забыла, две работы у меня связаны. Брелочки были. Вот такие вот. Идея не моя. Вы уже видели у меня желтого такого зайца в одном из видео с котовыми работами. Да, он был в желтом цвете. Вязала по мастер-классу Светы. Канал называется связанно с пиццами Светланы. Тоже будет на мастер-класс или... Либо на канал, либо на мастер-класс Светы. Я оставлю ссылочку. В общем, смотрите, все там. Вот такие вот. Только у Светы, по-моему, она называлась пасхальный кролик. Я его просто уже зайцами называю. У нее были... Они сидели на столе, а я сделала вот такие вот брелочки. Ну, как я сделала. Брелки из игрушек их тоже, наверное, уже все делают. Поэтому тоже мне сложно сказать, что это конкретная идея моя. Но, тем не менее, может, тоже не моя. Не знаю я. Поэтому вот... Так. Вот, девчонки, мальчишки. Вот столько было у меня работ за два месяца. Ай, улетел. Все ссылочки на мастер-классы, о которых я говорила, и ссылочку на Светин Калал я оставлю в инфобоксе. По джемперу, свитеру выйдет еще три видео экспресс-мастер-классов коротеньких. Если вам интересно, то, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И нажимать серый колокольчик, чтобы эти ролики не пропустить. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok